пацаны и пацаны и родные всем доброго привет вы мне предложили посмотреть в телеграме написали про ролик солика про аниматора я его добавлял уже давно давно себе кстати посмотреть по позже как и много кстати других всяких видосов у солика особенно про аниме там есть что то давайте смотреть поехали ссылочка на оригинал внизу поехали среди всех любительских анимаций на youtube можно с лёгкостью выделить среди всех любитель создано гуляться на ю тубе можно с лёгкостью выделить самую тревожную и нет речь не о анимациях а о пластилиновых мультфильмах да я уверен у вас голове пронеслась целая плеяда мерзкой жути которые вы либо сами нашли нет у меня это твой лес и громит в голове возник это нормально что я волю сыгромит вспомню ничего такого прям мерзкого жуткого не видел и либо видели в чем-то обзоре и среди всех аниматоров которые изо всех сил пытаются тебя напугать только один ой начало я щему причем не только своими работами но и своей личностью сегодня я вам расскажу про такого персонажа как доли флэш но название на самом деле жесткая поэтому ничего веселого судя по всему не будет но приятного аппетита потому что я же знаю но перед тем как и начну рассказывать историю доли флэш я расскажу свою историю и в ней я побоялся выходить на улицу и бы там меня может встретить грузовик кун который отправит меня в новый чудесный мир поэтому я заблюрил если что это сам солик остался дома но кто бы мог подумать грузовик кун оформил доставку на дом так что через секунду я уже стоял на порой понял понял интеграция ребята понял не сразу понял но потом как понял обозначу сразу что большую часть информации я взял с канала тома ибо некоторые соц сети доли флэш были заблокированы а восстановить точную последовательность я уже увы не могу так что оставлю ссылку на него в описании и начну повествование поехали мы наше расследование не столько с личности аниматора а сколько с его художественной деятельности изначально у него был псевдоним misery magic и от его лица он публиковал свои первые работы на девиан арте и на ютубе начнем со стремная масочка то она грамм маска просто стрима то 2 изначально это были супер простые анимации буквально сочетание двух-трех цветов пластилина где больше всего было само собой еще раз это не я заблюрил это в оригинале такой красного а на девиан арте он публиковал ужасные картины смотря на которые сквозь всю его историю становится понятно откуда росли его отклонения так обычно видосах нагнетают но я не умею нагнетать в смысле только что нагнетал мне собственно и не надо типа вот эти вот дебильные простенькие анимации солдатиками ни о чем на самом деле не говорят парню на момент их создания было 13 лет знали бы вы что пережили мои лего человечки вы бы меня в дурку захотели положить а тут ни много ни мало полноценная пластилиновая анимация да может быть и парень перестарался но если вы как я на ютубе сидите не первый день то вы прекрасно знаете что подобного глина блин ну выглядит прикольно кстати говоря вот эта анимация но это не его жда местного тут валяется килотонны и причем совершенно разного качества от жести ради жести до полноценных художественных произведений прикольно выглядит так что тут излишнее нагнетание я считаю лишним а вот девяна арт это уже совершенно другой разговор там он уже на сказать заблокирован до помощи с этот сайт публиковал картины с ценки пантомии я не знаю я хзк это называть и вот короче в этот момент интернет должен был нажать красную тревожную кнопку он стал публиковать о очень необычные работу вот все заблёрина но как будто бы через blur по понимаешь что там терпимых вроде воссоздания персонажей из игры little nightmares и black day asylum до персонажей мультфильмов никелодеон в не самом приятном виде но вот какие звоночки точно и даже мне показалось или у нее вместо зубов были глаза так это сцена клуб и клоуна пока окей если коротко клуб это школа в которой два ученика устроили где погибло 13 человек от 24 было ранено а клоун бога это альтер-эго джона уэна гейси который убил 33 молодых парня можете утопы посмотреть полную его историю и в те смотрели смотрели реакции паре это дело можно даже оправдать дескать работает формате ужаса и при помощи пластилиновых сценок он создает жуткие моменты реальной истории это все может сролять но есть одно но задуман создал такого персонажа как чесоточный маньяк или маньяк зуд и вот наполовину он был похож на долю флэш а на другую половину на клоуна бога а как мы все знаем подражание это высшая форма лести и вот это уже настораживает в особенности что он создавал сцены где маньяк зуд убивает людей ну совсем уж жуткими способами вам-то везет а у меня в студии нет цензуры но знаете вот-вот может быть хуже этого что людям нравилось они не видели в этом ничего что могло бы предвещать беду но типа на самом деле много чего выкладывают в интернет да много чего может показаться жестким но как бы типа до них не всегда она не всегда означает что это беда с башкой и человек с конец станет гнидой папа и попадет какой true crime потом будем смотреть выпуск true crime овский но да типа много всякого странного выкладывается в интернет и условно я не знаю взять какого-нибудь мид канин знаете такой канал не знаете который выпускает анимации вот прям мультики у него там много жести в этих мультиках я думаю что много людей зайдут и такие типы больной что ли что ты делаешь но там есть свой прикол ну и он как бы адекватный чувак но вот как бы типа ребята вот такое когда встречаешь никогда не угадаешь что там творится в башке у человека либо он просто у него странные как бы скажем так интересы да в целом и они выражаются в чем-то подобным либо он просто ёкнутый либо все сразу я их в принципе понимаю да его работа действительно жуткие и уродливые но такими он их и задумывал люди приходили за хоррор контентом и они его получали ну да даже хвалили и обращали на него внимание как на автора если бы этим суде есть блин люди которые делают фигурки максимально мерзкий стремные вот именно тоже такие хоррорные и ничего продают это все ну то есть выкладывают люди покупают другие и это их работа их профессии они прямо ну красиво это все делают но мерзко это выглядит настолько натурально еще выглядит что это прям мерзко выглядит тоже из категории хорроров ну и ничего ну они типа не ну ты вроде как просто они этим занимаются делают это творчество грубо говоря но вот странные какой да не всем не все поймут не всем понравится ну не поймут смысле не понравится да не всем понравится но как бы имеет право на существование не всегда это означает что там прям вот за за кадром гнида какая-то сидит дело и закончилось черт бы с ним ну публиковал бы он жуткие пластилиновые работы да получал копеечку но чем старше доли флэш становился тем больше у него ехала крыша на фоне пубертата но перед тем как мы продолжим его за сколько ему лет историю стоит рассмотреть и другую его деятельность как настоящий хоррор аниматор и пластилиновый сомелье он решил податься в кино летсплее но это же очевидно вроде неправда он создал игровой канал под названием флэш долли и опять же многие кто рассказывают эту историю цепляется за одно единственное видео где он записал демку в игре urban terror и назвал ее смайликом в котором он расстреливает людей дескать вот вам пруф и что он хотел прийти в школу с mp5 правда это одно такое видео в основном это просто канал с летсплеями то он в какой-то зомби выживач на unity играет то шарик погоняет то карточку в кс оформит ладно окей я буквально на монтаже заметил то что видос по counter-strike называется преследование с ножом или ножевое преследование и в нем он буквально когда тип то пять минут просто гоняется за тиммейтами и чикит их ножом как будто вы в counter-strike играют не так ничего не хочу сказать конечно божь не мастера экспертом по конкурс но когда тип занимается вот этим в контур но это это какие-то ладно и зачем-то выкладывает это окей хорошо прикол ну типа нет это в рамках какого-то может челлендж еще чего-нибудь там можно придумать как-то объяснить оправдать но это странно стоит признать это действительно тоже странно вот одно видео как-то выбивается всего канала так ничего необычного но в описании канала есть ссылка на его steam аккаунт а это уже может сказать о человеке больше чем летсплее ну и что ему ну давай посмотрим казать конечно же только психологический портрет чисто по steam профилю есть гневные сообщения с нехорошими призывами и наш пацаны которые меня не разочаровали вот что касаемо купленных игр тут все совсем неоднозначно его игру я могу разделить на три категории более зари у него там веселый даже есть с друзьями играть первые находятся игры в которых ты либо кого-то убиваешь либо там много крови и насилия как самый яркий пример скандальный игрок а я еще не удаляли она все еще есть что ли в steam прям за психопата который валит людей пачками игра проходится за три часа а он наиграл не 46 могу сделать предположение да мы договор чуть-чуть переборщил может он просто забыл и выключить ребят ну все он просто ее за он вернул ее и счетчик шел-шел-шел-шел-шел и накопилось а так в принципе как прошел так сразу дует самое все вышли что он просто раз за разом уничтожал несчастных неписей hotline майами те же яйца только сверху а point the town red это ультра насилие в майнкрафте у него таких игр много я в эту же категорию впихнул все зомби выживачи на unity ибо там суть тоже а еще я чутка слукавил ибо тут есть игры которые я не смог вместить ни в одной из категорий и он в них играл просто чтобы играть или просто катал с друзьями во вторую в них у него меньше времени ты посмотри везде поменьше 10 часов даже кори у нас обычные вроде как игры gta 5d они 80 часов не нормально нормально лорд 2 рейка и postal 2 знаете что в этих играх необычного доля флеша развлекался в них по-особенному как я это понял я посмотрел опубликованные им скриншоты в депту он нашел аквалангиста которого покусала акула killing floor 2 он поделился куском плоти и снятой кожей примерно такой же было и рейк postal 2 кроме обысывания всего и вся он лопатой рычал людей а про этим занимались в принципе в детстве все постел это постел ребята ну как бы плюс минус в целом в целом все всех обыспали в постели все ходили били им вот этим маленьким каким-то непонятным странным типом который что-то там ходит и вы побываются ну типа это руки postal давайте вынесем немножко за скобки это просто это такая игра а то сколько он не писи в gta покромсал и даже говорить идут опять же вряд ли но вот такой хернёй мне кажется да или не многие страдают если честно ну то есть что прям вот настолько он еще есть он еще и он еще и сохраняет он еще и скринит это все зачем-то выкладываете проф профиль зачем я не очень понимаю что потом что все это покупал игра опубликовал чтобы создать видимость безумного гения для привлечения внимания для этого он делал пластилиновые приколы активность в стиме это его личная хотелка по нему а может нет может он же он же ссылку оставил оставил значит может быть возможно он как-то в том числе ну как бы учитывал это что люди кто тут зайдут посмотрит тоже сыграет в принципе на образ я не знаю но типа если он такой прям продуманность вы ищи его сокровенные желания и блин а есть какой у меня вопрос а куда этот видос то отнести куда этот вот то что мы сейчас смотрим этот реакт ну в какую категорию у нас с тобой пойдет в true crime и наверное но сейчас посмотрим чем это все закончится конечно наверное в true crime и плейлистик true crime of добавлю и очень сильно мне не нравится а в третьей категории лежат игры в которых есть бубы вроде вот это хорошая категория по-моему какая-то визуальная новелла и анимешный кликер на задание там на игры за 49 мин 52 но этот человек ненормальный это у него явно x крыши не то течет он наиграл в какую-то хуй прожирных ублюдков где кровавое месиво там не знаю 500 часов у него 50 минут на игры на где бубы ну ребят ну тут явно это что-то беда с башком тут явно что-то не так это это очевидно тут нужно смотреть глубже таких игр у него немного но это говорит о том что у парня случился пубертат и видимо в его школе был не обязательно мне кажется столько взрослых людей которые в подобные игры если честно прям да и тем более блин на игра на него там мало у него меньше часа было наиграно в том что было показано как-то туго с половым воспитанием или он однажды вместо нормального сайта с клубничкой вот как бы вы отреагировали когда среди всех обыденных хинтай тегов увидели бы как проникновение в глаз ну как минимум удивились бы что такое есть и побоялись смотреть что по ту сторону ссылки но видимо доли flash этого не побоялся и в его жизни появилась эйфория школьные дни так это они мои ребята ним не мышники люцифер валентайн до полного опять они мы люби ну сколько смотрим все-таки true crime вот определяю понимаешь жанр этого ролика чисто по присутствию аниме сколько смотрим true crime всегда это злые бути аниме от кстати так погоди нравится тут реакции а на бусте их еще больше там и аниме и фнаф и сериалы и мультики в общем еще много эксклюзивного контента от восьмерки на а ссылочка конечно же внизу в описании самоинтеграция на этом все счастья радости удачи человек не запила следующее который будем смотреть ребята пока что пока что по ту сторону из городе смотрим досматриваем это не аниме миядзаки еще сейчас выйдет видим на служба доставки и занимая ну короче там много чего есть ссылочку то как видит половой акт наш сегодняшний герой своих черных я не знаю как это назвать это же внутренних органов вскрытие половых органов ампутация конечности окей он типа то что он странный я думаю с этим спорить никто не станет до насколько это странный вот этот фактор странный переходит сейчас или перейдет сейчас в опасный для окружающих вот этот вопрос потому что это эта странность она может остаться в принципе вот внутри себя условно может быть странным и странным и дальше что есть страна мы никого вреда никого не eastama не нанести ничего не сделать плохого просто просто странно и а вот если это уже перейдет на следующий уровень когда это уже касается окружающих вот эту же проблемка стика про каннибализм еще с десяток слов которые отобьют вам аппетит все это есть в его работах я думал провернуть классическую блогерскую фигню типа туз цензура в телеге будет full но я не уверен что мне телегу не снесут за такое так что full ищите сами но кроме шуток это на ваш страх и риск а если вы три банки да вот такие штуки не ищу вот когда мы смотрим это видосы такие так ну здесь не придет зацензурить это потому что жесть какая-то а full ищите там не богу у меня в телеге либо ищите еще я никогда не ищу я не перехожу чтобы посмотреть зачем мне этот full он мне сдался вот ну хуй он мне реально ну типа я не понимаю никогда ни разу не переходил чтобы увидеть какой-то full мне достаточно такой версии мне нормально а вот вообще забудьте про google причем я не просто так упомянул переходный возраст ведь он начал создавать я по-моему однажды совершил эту ошибку однажды было я такой так ну ладно перейду посмотрю чё там где так я просто пожалел об этом раз тысяч цены по акта со своим участием и сказать что в этих сценах читается странные желания значит не сказать ничего и сначала 2019 года он решил не только выкладывать свои работы но высказывает свои мысли но нет его мысли господи что это я собираюсь смастерить с куклу в натуральную величину или накопить на покупку то у как объявляю сбор средств ребятам кто хочет поучаствовать да на чем пошел что внизу поры нет рук или ног в моем доме никуда не убежит ok парень хочет себе имитацию обрубка человека потому что она не убежит из его дома звучит не звучит просто поверь не звучит вообще не звучит вообще не звучит эти что большая часть его твитов это чистый поток сознания подростка который пытается привлечь к себе внимание у всех же был знакомый который хотел чтобы с ним общались и он придумывал дурацкие истории или психические заболевания или странные странности так вот доли флэша решил что бесконечность не предел и его желание скажем быть близким с эротичным куском силикона это буквально все чуть-чуть кусок силикона звучит так вон жаждал своих постах то он говорит о плюсах безрукой куклы то он говорит о том как же ему хочется брать и обмазывать в такие моменты начинаешь задаваться вопросом а куда родители смотрят но если он реально там типа несовершеннолетний допустим то куда как бы родители смотрят смотрят ли куда то что вообще происходит ноки сейчас может узнаем то он сделает шарик с водой будет его и при этом он не будет прекращать постить отвратительные фотографии своих работ и знаете чем закончилась это эпопея желанием лишиться действенности с куклой я подозреваю что ты подготовился к худшему из исходов что у него не хватило денег он пошел на улицу увидел симпатичную девушку и начал ее преследовать что же кажется в итоге он просто был шар с водой из этой истории куда необычнее чем ты можешь себе представить ну давай давай интригой интригую еще больше у мамы не разрешила купить с куклу в полный рост и он сдался типа он писал все это отвратительный га спал и видел как же он добьется своего и все что он сделал так это попросил дорогущую секс-куклу у мамы когда мам ну мне для учить ну надо подарок на день рождения господи да даже когда он говорит о чем-то обыденно все равно такой кринш это так грустно если честно тип приходит и реально показывает маме эту хрень но наверное может не показывал можно попросил денег на вот чтобы она ему дала и не даже особо не говорил на что 0 ледяной если он пришел реально показал и рассказал зачем это вот наш если после этого его мама не задавала вопросов то это бы странно этом как будто бы есть доля чего-то неприятно странного типа решил он рассказать о своих любимых мультфильмах первое это какой-то 3d шный проект про цыплят конфуистов а второй это анджела анаконда где вся лицевая анимация это photoshop реальный человеческих фоток и кожа у них какая-то подозрительно бледно и все в копе это выглядит шутка как выглядит странно отвратительно ладно все это время я избегал слона в посудной лавке я не знаю как вы себе его представляли но человек с настолько о мы его увидим счастливными мыслями и замашками серийного убийцы выглядит как злодей луракса это не лучший злодей не из лучшего мультфильма это одно из первых видео где он показывает свое лицо и в нем он у него такая странная прическа как у него волосы растут это он так просто уложился или как у него как у него волосы раз но у него нам длинные же волосы спустил бы нормально выглядела мне кажется так как-то странно какая-то бабкина прическа паритов он похож на училку по географии как вы честно говоря здесь вы реально смотришь это как будто училка по географии всех невероятных плюсах иметь кусок силикона над живой женщины и аргументации у него такая же как его не вот тип на самом деле да вот опять же вот бери вот этих гнид маньяков вот вот у него внешность ну нормальная ну на обычная хорошая нормально вот если он бабкину прическу уберет целом вообще ему с кем-то познакомиться с нормальной девушкой как бы вообще даже у него по сути есть все данные чтобы просто но быть нормальным типом у него нет какого-то такого знаешь фактора условно что ну вот не повезло ему там с внешностью как-то или еще чего-нибудь ничего такого нет не просто обычный тип с бабкиной прической вот но беды с башкой немешников который доказывает что 2 датьян лучше трехмерных а еще он добавил что если вы хотите присунуть в ухо то реальная женщина откажется секс да а серьезно брака почему я почти жалею что взялся за эти но в отличие от меня удали флэш не было упаднического настроения и он решил что если мама ему не купила имитацию женщины без рук и ног то он сам сможет и сделать при помощи глины и своего умения создавать всякое и он создал и поделился этим он создал из глины тонко из невероятно отвратительным чавканьем ел спагетти доставая их из внутренности куклы спасибо что зацезурил это солик но я еще цензурную слова с твоего так сказать позволение приятного аппетита но если спасибо что вот это кажется вам странным дом в мерзко это так мерзко это просто ужас какой-то если честно это прямо дома цветов он заявил что хочет снять видео где у него будет 2 глиняные си вливчики и из них будет лица молоко ему нужно только подобрать актуальную музыку ребят знаете какую-нибудь такую скидывайте в комментарии может быть я выберу именно вашу чтобы вы не говорили но злодей из лоракса действительно держит свое слово ну и да я перечислил килотонны его страны я не смотрел лоракса если чё какой кошмар тиши и знаете что я не хочу пока знать почему для него такая песенка с ютуба считается сыпальной господи как же сильно хотел почесать резиновую нину изнутри да боже мой он заливал на свой youtube канал видео формата тройна тукам челлендж чему я все сопла на виду удали флэш есть постоянные странности страны влечения садизм гейминг звучит так будто последние то что-то плохое но вы помните какие скриншоты он делал но на разном этапе взросления он на чем-то концентрировался больше обычного поначалу это была пластилиновая анимация жестокостью потом она перетекло в игры а со взрослением в эротические приколы и главные причины по которой он стал известен массам так это то что он решил переключиться с людей на животных например котов вот он сделал инсталляцию все вот собственный тот момент тот самый момент видимо когда страны переходит вот на другую статью кота и ножа а потом еще одну но такое я вам показывать не так надо все пластилиновая пока что к совсем выше описанным нет такого что он просто захотел заниматься живодерством камон он выложил в инсту фотку где он сидит с дохлым замерзшим гусем так что как это гусь был или бингвин все чем он занимался это его часть личности не стало откровением и тут мне нужно немного вкинуть контекста в 2010 году был опубликовано видео с названием один мальчик два котенка на нем лука миньола играет двумя котятами позже у это есть документалка я про нее писал в телеграме я писал про нее в телеграме документалка называется не трожьте котят или что-то не трожьте котов четко как так она называется интересная документалка именно в плане она true crime of sky по сути своей и пом состоит из двух частей если не ошибаюсь и начинается она вообще ну то есть ее начинаешь смотреть и не подозреваешь чем все это закончится что это вообще true crime но документалка очень интересная но именно снята интересно но ужасная по сути своей он кладет их в вакуумный пакет и при помощи пылесоса высасывает кислород из пакета подобных видео он запишет несколько после чего дойдет до убийства человека свое время это было очень резонансным делом и многие по его руки прочь от котиков охотный интернет убийцу это вот та самая документалка посмотреть очень интересно на телесети пытались но но на самом деле бля не знаю нет даже не буду рекомендовать посмотреть она ужасно честно она ужасно и там еще показывает некоторые прям ну не знаю короче не буду рекомендовать но есть такая идти и вот видимо нашему горе аниматору очень хотелось урвать уже черную популярность постичь что общественную ненависть ведь ни его видео не твиты не посты в инсте популярностью не пользовались даже придумал себе новое альтер эго с глиняной маской чтобы его образ загадочного преступника был куда более грозным и вот он анонсирует в твиттере жуткую новость он купил трех хомячков после чего он опубликовал видео с названием один мальчик и три хомяка где одного он заколол булавкой 2 утопил а третьего разогрел в микроволновке и это не было быстро он долго над ними издевался и знаете какая реакция случилась никакая видео с ютуба по понятным причинам удалили и все кто-то пытался достучаться до полиции но правоохранительные органы молчали и нет доли flash не стал грустить что его грандиозный план провалился он просто забил на это и пошел дальше чувствуете это для него убить трех живых существа все 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 тип это забей это 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 гнида это конкретные ребята гнида это true crime плейлист все я все понял чест на поле бумажка в урну это буквально одно и то же типа не попал ну что же бывает пойду дальше и он пошел дальше он начал анонсить анимацию от первого лица где стрелять по людям будет ли это есть у нас два выпуска про дик это 2 2 такие же примерно кто его знает могло ли это перейти из пластилина в стали свинец могло я немного соврал что после удаления вид если он может просто взять и убить животных но как бы ну это это просто этот этот вообще даже туда же наверное вопрос риторически могло бы или не могло где он забил на эту идею нет он начал спамить этим видео на разные ветки реддита и вот это стало его ошибкой если на ютубе видео просто быстро снесли и этого как будто бы было достаточно то люди с реддита захотели ни много ни мало правосудия и оно случилось его таки арестовали приговорили к 18 месяцам условно с контролем над посещаемости в интернете и запретом на посещение зоомагазинов и знаете кому это понравилось ему никому потому что сначала его взяли под стражу а спустя пару дней его мне кажется это ему могло понравиться потому что он добился какого-то внимания по сути да но как бы так или иначе он получил то что очень 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 сильно хотел вот это вот внимание так что наверное он даже этому обрадовался в какой-то степени стили под залог а учитывая что это было резонансное дело все знали кто это и где он живет и активистам и соседям было неприятно знать то что убийцы животных отпустили на свободу ибо он за это время мог просто взять любое животное с улицы и продолжит свою бойню он мог и человека вот в чем вообще у него вновь нету этого человека нет границ очевидно уже это понятно для всех абсолютно это даже не вопрос какой-то и он опасен все он опасен для всех окружающих и для животных и для людей вообще для всех в целом и это здесь ребята организовали митинг у здания суда но это не так я не веселый конечно это митинг как я уже и говорил срок условный единственное что оправдывает ну хоть сколько-нибудь доли flash так это диагностируемая у него форма аутизма и в таком случае я хочу посмотреть на ту женщину которая занималась его воспитанием вы же понимаете что всего этого могло бы и не быть если бы случилась одна одна единственная ситуация надо посмотреть что там этот мелкий делает сынок что делаешь потом тахает шар с водой я люблю из василина сцену где бездогая безрукая девушка есть мои каковки пока трахуя внутренние органы при чем бы дитя не кешилась такая закрывает дверь идет дальше телек смотреть быть и автобата каласникова все прикиньте она в теории видела что ее сын аутиз творит и так но посчитала типа нормальным да господи он книгу это опять возвращаясь к вопросу родители конечно это всегда но не всегда но это часто упирается в этом пришел с просьбой купить куклу и вся ее реакция была не мало и дорого просто повзрослеешь накопишь и купишь и себе и мне так ну и хуй как мать твою единственное заявление которое сделала семья мальчика но он болен и мы четко не досмотрели хотя мы так старались чел отдельно смонтировал видео как он трахает игрушку а потом смонтировал это со своими стонами их то вы должны были услышать на историк говорится каких много если бы родители обозначили что такое хорошо и что такое плохо участвовали в его воспитании следили за тем какой контент поглощает во что играет то этого бы не случилось можно ли его простить за содеянное нет чел убил трех ни в чем не виновных животных вы дожди представить не можете сколько айна смотрелся в его соцсетях и после этого должны упростить нет кроме трех хомяков мы потеряли интересного аниматора как по мне у него был талант создавать жуткие анимации но все это уперлось в отсутствие воспитания мальчика отличная идея отдать ребенку с отклонениями в обычную школу отличная идея никак не контролировать его воспитание и отличный была идея не как ну ты же замазал в прошлый раз эту зачем часто не замазал на нет твою мать не интересоваться его увлечениями господи никогда не думал что скажу такое но если бы мама купила ему ту злосчастную силиконовую зину на ней бы он мог бы и не 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 остановился бы на ней сто процентов я говорю не остановился бы ребят ну вот такой видос аниматор 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 на анимации или пил и и долепил мне больше интересно через ним сейчас происходит мне не вот типа вот такие истории но его же отпустили очевидно все вышел наверное что он сейчас делает делает ли что-то выкладывает ли куда-то что-то пишет не пишет что сейчас с этим персонажем происходит потому что это кошмар какой-то выпустили человек который очевидно опасный сам по себе такой вот реактик ссылочка на оригинал внизу с тебя пальчик комментарий подпишись на канал чтобы очень пропускать обязательно в telegram зайди тоже в телегу чтоб не пропускать информацию про ролики реакты все остальное есть пусть и где мы смотрим анимешки мультфильмы сериалы фильмы все остальное чего нет на ю тубе ссылочка внизу увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь